Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать. Надеюсь, что дела у вас идут хорошо и никакие неприятные события не посещают вашу жизнь. Страна занята, в общем, довольно спокойными делами, с исключением, пожалуй, бесконечно будируемой детской темы. Мы то пьяную мать не любим, то мы её любим, то мы думаем, что наших детей убивают специально, говорим об этом, вызываем дипломатический скандал, я имею в виду Павла Астахова, то мы говорим, нет, оказывается, всё произошло случайно, никто почему-то не хочет дождаться результатов следствия, что принято делось в любой нормальной стране. Я надеюсь, мы с вами дождёмся и сделаем выводы сами. Но, тем не менее, мне тоже хочется поговорить сегодня на детскую тему, потому что как-то в последнее время всё это становится поводом для такого ура-патриотизма кошмарного, что мне просто страшно становится. Я не понимаю, каким образом можно так эксплуатировать тяжёлую, тяжелейшую тему, от того, что у нас очень много детей-сирот, и дети, которые живут даже в семьях, они тем не менее гибнут иногда от рук собственных родителей, и мне, к сожалению, в своей журналистской практике приходилось всякое видеть. Я видела детей, в которых тушили окурки собственные родители, и детей-отказников, которым не подходил никто, кроме медсестёр в костюмах фактически химзащиты, потому что эти детишки были с ВИЧ-инфекцией, и они до трёх лет фактически не видели ни одного живого человеческого лица. Было это под Иркутском. Всякое я видела. Вот сегодня поговорить на такую тяжёлую детскую тему. Я пригласила свою давнюю знакомую Машу Хадееву, которая настоящий такой дауншифтер. В своё время Машка работала в Ситибанке и была там вполне успешным менеджером, банкиршей такой была. А потом чего-то позанималась сначала корпоративной благотворительностью в Ситибанке, потом поняла, что этого ей недостаточно. Собственно, она потом вам сама об этом расскажет. Я же хочу, чтобы она два слова сказала о том, чем она непосредственно занимается в своей организации под названием РОСТ. РОСТ – это развитие, образование, социализация, трудоустройство. Потому что именно все вот эти составляющие – это самое сложное, наверное, в жизни детдомовца. А что потом? Потому что считается, что детдом – это, в общем, неплохо. И даже Жириновский, по-моему, недавно сказал, что мечтают наши дети жить в детских домах. Я, честно говоря, не знаю, прав ли он. Вообще всё, что он говорит, вызывает у меня большие сомнения. Но предположим, что на минуточку это так. Маша, ещё раз представляю тебя. Мария Хадеева. Ты как называешься? Генеральный директор? Директор по развитию. В своём РОСТе. А, Маша, вот в последнее время очень многие пишут и разное о детях в детских домах. Я прочитала у Людмилы Петрановской, которой я вполне доверяю. Она кажется мне очень таким умным и переживающим человеком. Согласна. Одну, в общем, поразившую меня вещь, что дети в детских домах лишены привязанности такой, как дети даже в плохих семьях. У них нет одного взрослого, которого они любят. У них нет того взрослого, который точно о них заботится. У них вот эти вот привязанности нарушены абсолютно. Они поэтому относятся к людям потребительски. Потому что взрослый, приходящий в детский дом человек, вот ты, например, волонтёр, этот человек отказывал, что можно что-то получить. И она пишет о том, что задаренные подарками, именно подарками дети в детских домах, там кидаются игрушками, пинают ногами мобильные телефоны и так далее. В общем, довольно неприглядную картину рисует. А тут, когда мы с тобой говорили, попивая кофе перед эфиром, ты сказала о том, что в последнее время очень тяжело наблюдать, как маленькие сельские уютные детские дома, которые фактически выглядят как одна семья, сливаются в большие, огромные, порой дети из обыкновенных домов, переводятся в коррекционные интернаты. С чем это связано? Объясни, пожалуйста, что происходит? Ну, сейчас довольно много было пластов таких затронуто. Касательно того, что происходит в детских домах, вот этого потребительского инстинкта и отсутствия привязки к взрослому, я тоже очень сильно уважаю Петроновскую. Дело в том, что чаще всего происходит так, что дети либо изымаются из семей, либо не помнят семьи и попадают каким-то образом в учреждение. Даже слово такое учреждение. Да, оно чудесное. И дело в том, что отсутствие привязанности связано с тем, что у них есть постоянно сменяющийся ряд разных людей. То есть у них меняются воспитатели, меняются, собственно, нянечки. Одни приходят, другие уходят. Еще много говорят о том, что, например, очень мало работает мужчин в детских домах. И в основном те, кого они видят с младенческого возраста, только, ну, соответственно, женщины, которые приходят. Это их воспитатели, это их учителя, собственно говоря. И они все время меняются. То есть нет одного конкретного какого-то человека, который привязан к ребенку. То есть то, что ты говорила об инстинкте, который присутствует в семьях, когда ребенок с рождения видит одно и то же лицо, когда ему улыбаются, когда его гладят. У детей в детских домах, как правило, этого нет. Что касается задаренности, я бы, наверное, не утрировала насчет запинывания мобильных телефонов ногами. Все-таки ситуации очень разные. И чем дальше от Москвы и Московской области есть объективно серьезная и какая-то тяжелая материальная ситуация. Но это правда так. То есть, к сожалению, эта психология остается. Как человек, который, собственно, начинал с волонтерского движения, была лидером волонтерского движения в банке, где я работала. Везде, где мы приезжали, то есть это самое простое и самое понятное. То есть приезжают люди, они привозят подарки. Приезжают люди, они играют с ребенком, они уезжают. И это все время, опять же, сменяющиеся люди. То же самое, если, например, присутствует какая-то компания в регионе, скажем, есть конфетная фабрика. И в этом регионе есть там три детских дома. Ну что проще всего? Отдать продукции, да? То есть отдать конфеты. Вот. Собственно, так родилась идея моего проекта, потому что мне стало глубоко небезразлично, что происходит с детьми во время того, как они там находятся. И самое главное, что их ожидает по выходу, какой у них есть шанс на то, чтобы как-то разорвать этот асоциальный круг, в котором они находятся. То есть для меня таким опорной точкой стало образование. То есть их образование — это шанс на то, чтобы получить сначала среднее, потом, может быть, специальное, затем высшее образование. Давай мы на этом остановимся поподробнее. Образований недостаточно того, что обычно происходит в детском доме. Ты, получается, просто от себя что-то должна добавлять, кого-то приглашать. Что ты делаешь конкретно? Образование недостаточно. И, к сожалению, сейчас его недостаточно и в обычной школе, как мы все знаем. Но в детском доме ситуация гораздо хуже. Потому что чем дальше ты уезжаешь, тем меньше специалистов и специалистов хороших, которые за абсолютные копейки, ну, то есть несопоставимы. Зарплата педагога может быть там 4 тысячи рублей. И это не нужно ехать там многие тысячи километров, достаточно отъехать несколько сотен от Москвы. Ну, и как ты, я думаю, все понимают, что люди, которые способны на что-то больше, они просто уезжают из этих сел, они уезжают в более крупные города. А детский дом там находят? Конечно, разумеется. Ну, и, соответственно, страшная нехватка. То есть большинство ставок может быть не закрыты просто. А каким образом ты решаешь эту проблему? Мы придумали такую штуку, как онлайн-образование, которое заключается в том, что учителя могут находиться в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде, вот как у нас сейчас есть. И, собственно, онлайн по интернету, везде, где есть быстрый интернет, они при помощи образовательной среды. А в детских домах есть интернет? Мы проводим. Чаще всего нет. Ну, по государственной программе должен быть, но какой он там, ты догадываешься. Ну, в общем, да. Скажи, пожалуйста, охотно учителя идут на эти вот онлайн-уроки? Или приходится как-то дополнительно мотивировать? Учителя наши, которые занимаются? Охотно им интересна эта тема. Они еще чаще всего психологи по второму образованию. Это все-таки очень специфическая группа детей, с которой они работают. То есть надо привыкнуть к гиперактивности, надо привыкнуть к плохой усваиваемости, надо привыкнуть к бесконечному повторению одного и того же. И все-таки это в большинстве случаев индивидуальный подход. То есть это есть некая специфика этих учителей. Сначала было трудно, потому что мало кто слышал, она осознала. Сейчас, честно говоря, мы уже не справляемся с количеством детских домов, которые хотят участвовать. А сколько? 15 детских домов и больше 100 у нас учеников. И вот сейчас еще только есть 4 заявки на то, чтобы еще подключались. И все больше учителей. То есть мы впервые в этом году давали, например, объявление на HeadHunter, и люди очень охотно шли. То есть было очень много заявок, больше, чем нам было нужно. А вы плачете учителей? Конечно. Да, оплачиваем работу. И они получаются поставимы с репетиторством зарплату. Скажи, пожалуйста, а кто финансирует всю эту радость? Это у нас корпоративные и частные доноры. Корпоративных больше. В России? Да. Это компания, которая поддерживает проект уже несколько лет. Вот именно проект Рост? Да. Здорово. Скажи, пожалуйста, ты готова уйти на рекламу? Или мы еще какое-то время можем с тобой говорить? Мы с тобой можем долго говорить. Я думаю, что тем не менее мы уйдем на рекламу. Давай. Добрый вечер еще раз, Уважаемые слушатели. Я напоминаю, что телефон в студии, который будет включен через какое-то время, 495, код Москвы, номер 6510996. А мы продолжаем разговаривать с Машей Хадеевой, которая из Ситибанка заниматься благотворительностью ушла уже довольно давно и создала организацию Рост, которая занимается развитием, образованием, социализацией и трудоустройством детишек, которые вырастают в детских домах. При том, что это действительно непростые, несемейные дети, дети, лишенные родической любви и ласки, иногда не нуждающиеся в каких-то подарках, каких-то подношениях, а нуждающиеся именно в человеческом тепле. И в чем еще, Маша? Ну, ты знаешь, наверное, в человеческом тепле больше всего. У нас помимо образовательного процесса стало очень скоро понятно, что нужно их еще забирать в каникулы, потому что они выпадают не только из образовательного, но и из процесса общения и очень сильно откатываются назад. То есть нужно их как-то в этом поле держать все время. И мы начали выездные программы, то есть мы вывозим детей в каникулы, делаем лагеря, либо приезжаем к ним с психологами-педагогами и устраиваем какую-то программу там. Маша, а скажи, пожалуйста, вот как ты отбираешь тот детский дом, с которым вы начинаете работать? Ну, сейчас уже они сами просятся, потому что мы много выступаем на всяких конференциях, в том числе образовательных. Первый был какой? Первый был те, в которые я ездила волонтером. Ну, расскажи. И принцип, собственно, отбора был, чтобы администрация, это было интересно, чтобы администрация шла навстречу, потому что в противном случае это превращается в какой-то слом копии и совершенно непонятным исходом. То есть изначально нужно, чтобы администрация не ставила препон, была не против и содействовала всячески этому образовательному проекту. Могу сказать, что таких директоров меньшинство, таких вот проактивных, которые хотят каких-то изменений у детей, которые не просят каких-то денежных вливаний или материальных в сам детский дом, то есть именно в учреждениях. Там, типа, сделаете ремонт в ванной? Да, например. Купите автобус, сделайте ремонт и так далее. То есть тех, которые готовы вкладываться в детей или в их будущее, так или иначе. Но они есть, их много. Но мы начинали, собственно, с Московской области, с ближайших, которые ездили. Постепенно все это расширялось, расширялось, расширялось. Плюс могу сказать, что сарафанное радио великолепным образом работает. То есть как только, например, во Владимирской области мы сделали программу в Покровском детском доме, сейчас у нас шесть детских домов в этой области уже. А как учителей подбираете? Ну, учителей по критериям. То есть мы делаем собеседование. Во-первых, тут должен быть предметник достаточно сильный. Во-вторых, мы берем его обязательно на занятия, чтобы он смотрел, как занимаются с детьми, пробовал сам, знакомиться, насколько ему это пойдет, не пойдет. Конференция происходит? Да, там параллельно идет в Google+. Мы вообще, у нас Google Rush, это наш партнер, поэтому у нас все занятия происходят в Google-среде, и плюс есть еще Skype, то есть он учителя видит параллельно. Вот, и, собственно, смотрим, насколько есть контакт с ребенком, насколько это интересно и понятно самому учителю. Плюс надо важную вещь отметить, что у нас всегда еще есть куратор на месте, то есть в детском доме есть человек, который отвечает за этот компьютерный класс. И мало того, что отвечает за компьютерный класс, он еще отвечает за учеников, чтобы они вовремя приходили, чтобы они именно занимались и не играли. И плюс он им может помочь, если какие-то трудности технического характера, зайти там в почту или что-то такое. А дети как реагируют? Знаешь, по-разному. Сначала с великолепным энтузиазмом, потому что... Что-то новое, да? Это что-то новое, это компьютер, то есть это техника, это то, что им интересно. И самое главное — это общение. Это то, чего им катастрофически не хватает, и то, в чем они нуждаются. Вот. Потом начинается постепенно отсев, потому что они понимают, что это серьезно, что это не игра, что это требует усидчивости, что это периодика, то есть ты не раз позанимался, и второй раз пришел, когда тебе хочется, а ты приходишь по расписанию. Таким образом, собственно, отбирается тот костяк, который продолжает заниматься в основном, я бы сказала. Изредка есть те, кто еще прибиваются к этой основной группке, как правило, когда происходит что-то интересное или интерактивное. Например, у нас учитель географии делал ролики на YouTube, и они делали занимательную географию, то есть они исследовали с помощью просмотра фильмов и ставили точки прямо в те места, где они посмотрели. Это было интересно, это был такой типа видеоурок. То есть учеников было намного больше, чем на обычном уроке географии. А сколько обычно учеников в таком классе? Ну, мы стараемся вообще, чтобы было не больше четырех, потому что чтобы был фокус внимания на каждом, и чтобы учитель держал всех в поле зрения. Интересная модель, когда они, эти четыре, когда они сидят из разных детских домов одновременно. Так тоже можно? Да. Ну, они все в одном как бы видеоклассе. То есть учитель, например, сидит там в Санкт-Петербурге, а сидит ученик из Владимирской области, из Ивановской, из Смоленской, из Московской. Слушай, как интересно. Это сложно, наверное, в таком административном числе исполнения. Все это соединение. Ну, не совсем. Если, в принципе, если нормальный интернет, и если хорошие координаторы на месте, то просто вовремя выйти и подсоединиться. Слушай, а ты откуда-то эту программу взяла, из чьих-то практик или придумала сама? На самом деле, ну, то есть, есть организации, которые занимаются тем же самым, только не онлайн, а вживую. То есть, есть организация «Большая перемена», которая работает с выпускниками, собственно, уже с выпустившимся из детских домов, но они не ездят в регионы. То есть, насущность родилась просто из знаний этих детей, и куда они идут. А потребность, ну, то есть, мы не можем везде... Ну, то есть, мы сначала, как произошло? Мы пытались искать учителей на месте. То есть, мы поняли, что большая проблема с образованием. Пытались найти им каких-то репетиторов или учителей, которые качественно повысят уровень их образования именно в конкретном данном детском доме. Выяснилось, что это невозможно. Их нет. Вот просто по факту. Вот в этих селах там, из города в село никто ездить не будет. А то, что это происходит онлайн и с помощью интернета не только снимает транспортные издержки, но и расширяет в некотором смысле мир для этих детей. Скажи, пожалуйста, в большие детские дома вы с этой программой заходите или так работаете в маленьких? Нет. Заходим в большие. Она, собственно, начиналась с коррекционных интернатов. Чем они отличаются, большие и маленькие? Я возвращаюсь к тому вопросу, который задавала в начале программы. Они отличаются безликостью. Они очень похожи все на один, на другой. Большие? Да. Чем больше детей, тем меньше внимания к каждому конкретному ребенку, что естественно. Ну, там, наверное, больше преподавателей и воспитателей. Там положено... Там какая-то норма же должна быть. Нормы есть, да, они положены, но... Ну, в общем, это страшные места. Наверное... Ну, нет, я бывала, конечно, и пострашнее, но... Страшнее-то как? Страшнее они просто не с детскими связаны, но какие-нибудь палаты сестринского ухода в Елатьме. Ну, это скорее касается пожилых детей. Да, да. Ну, пожалуй, тогда что? Тогда ПНИ, куда попадают дети инвалидов. Всех неврологических дистанций. Да, интернаты, куда взрослые, ну, ставшие взрослыми, дети попадают. Это тоже очень грустно. Да, ну, я очень много ездила, где... Расскажи. Пока выбирала. Ну, это грустно. Ну, это как у Гольега. Ну, хорошо, расскажи грустно. Ты знаешь, это ощущение... Это ощущение безысходности. Потому что человек никогда не выйдет оттуда. Да, и у него нет никаких шансов, нет никакой перспективы. Это ощущение моего личного стыда за то, что я молодая, здоровая, у меня две ноги, две руки, и я сейчас на них выйду сама отсюда и закрою эту дверь, и они там останутся. Мне просто больно, ну, за то, что такое есть. Я не знаю, как еще сказать. Много этого, Маша? Много, Ир. Ну, вот сколько человек ты видела? Я лично была в трех интернатах. В общей сумме один вообще огромный. Там, наверное, больше двухсот человек. Ну, в общей сумме это, наверное, около четырехсотен. Там дети. То есть до восемнадцати. Дети, да, они вот из детского дома, из коррекционного, они попадают потом в ПНИ, да. Ну, вот ты говорила мне, что расформировывают маленькие детские дома и передают детей в большие, а иногда даже в коррекционные. Да, это правда. Как это может происходить? Это какая-то программа государственная. Экономят деньги. С чем это связано? Знаешь, мне сложно сказать, потому что для меня это не морально, не материально, не обоснованно. Ну, происходит это в связи с тем, что сказали, что через пять лет у нас не должно быть детских домов. И, видимо, детей все... А то есть статистика, я допускаю, значит, было 20 маленьких, ликвидировали 18 маленьких, сделали два больших, а по статистике детских домов стало меньше. Конечно. То есть считают количество домов, а не количество детей. Абсолютно. Кошмар какой. Ну, плюс еще добавь к этому, что дети все-таки выпускаются как-то каждый год, то есть их тоже становится меньше, мы неуклонно работаем над уменьшением статистики. Нет, дожди рождаются уже новые, и новые родители лишаются по пьянке и прочее, прочее. У нас сейчас все очень хорошо, с точки зрения цифр. И с каждым годом все лучше. А будет все лучше, лучше и лучше. У нас есть изымаемые из семей, есть устраиваемые в семье. И всегда второй процент превалирует над этим. Только он фиксированный какой-то 2,7 вот эти все эти годы. Подожди, 2,7 это что? Это тот, кого больше устроили, чем тот, кого больше, чем изъяли из семей. Вообще про статистику у меня очень много вопросов, с ней очень много непонятного. Она у нас вся такая нелинейная, по разным ведомствам разбросана, и откуда берутся эти цифры, для меня лично большой вопрос. Ну, ты как банкир, наверное, цифры умеешь считать? Да, я считаю. Ты знаешь, они даже сходятся, там у банкира, не у банкира, но мне их происхождение не ясно. Если все эти дети находятся под разными ведомствами, каждый из которых закрыт, потенциальных социальных сирот, которые, например, в семье. Это просто те, кто стоят на учете. Я не знаю. Социальные сироты, это те дети, которые живут в семьях? Да. Ну, которые считаются социально опасными, например. То есть у родителей которых могут быть лишены родительских прав в любой момент? Да. Понятно. Такая зона риска, своеобразная, очарченная. Ну да. Скажи, пожалуйста, вот те детские дома, в которых вы работаете, сейчас, они какие? Они хорошие? Вот, как бы ты сказала, уютные, благоустроенные, дети там общительные, добрые. Какие они? Опиши. Я честно считаю, что хорошего детского дома быть не может. Можно что угодно как-то так называть, но хорошим он не может быть, потому что само то, что по себе, что предполагает название детский дом, это уже плохо. но ты абсолютно права, что можно сделать, можно сделать уютно, можно сделать тепло. От чего это зависит, Маша? Человеческий фактор всегда. Люди, которые там работают. Прежде всего, руководство. Рыба всегда гниет с головой. То есть воруют, не воруют, добрые, недобрые. Абсолютно. Насколько вообще, в принципе, любят детей? Вот, когда приезжаешь там, смотри, насколько вообще дети, как они с персоналом контактируют. Обнимают ли их, например? Могут ли они просто подойти, прижаться? У них же страшная потребность тактильности у всех. Насколько вообще они, вот, как они называют, по имени, по имени отчества, есть ли какие-то прозвища, может быть, ласковые там у всех. Насколько персонал знает по имени всех детей? Это важно. Но это и есть, поэтому как раз в маленьких детских домах это более приближено к семейной ситуации. Более того, если их там немного, и дети разновозрастные, то они еще занимаются как бы воспитанием друг друга внутри коллектива. Более того, если это сельский детский дом, то действительно очень часто братья и сестры попадают в один детский дом. То есть там в буквальном смысле содержится там пять братьев и сестер, например. Друзья, я хочу напомнить телефоны и сказать, что они у нас сейчас включены уже. Телефон 6510996, а код Москвы 495. И мы будем рады побеседовать с вами. Маша, вот вы даете образование, которое лучше, чем просто в детском доме. Что потом ребенок с ним может делать? Есть ли у вас какие-то истории успеха, если так можно сказать? Да, ну у нас их несколько, и пока еще может быть пока рановато говорить, то есть я хочу, чтобы они доучились в ВУЗе с тем, чтобы уже смело и гордо... А что есть уже кто-то, кто в ВУЗе учится? Да, есть те, кто поступили в ВУЗе, то есть тут несколько качественных скачков. Первое, это ребенок из коррекционного интерната, который на самом деле получает 9 классов с 5 классами обычного образования, так вот если он заканчивает среднюю школу, обычную, это уже успех. А ты можешь какие-то конкретные истории привести? Вот там Вань такой-то, Маш такая-то. Да, есть, я не знаю, насколько уместно называть фамилию, но у нас вот есть ребята, например... Ну, имя, а будет человек с именем. Да, хорошо, у нас есть ребята из Калачевского школы-интерната, собственно, коррекционная, Калачева, это где, Маша? Это Московская область рядом с Коломной. Вот, после чего, собственно, ребята пошли в Белоумут, там у них находится ПТУ, после коррекционных они идут в ПТУ. Вот, и после чего, получив среднее образование, человек пошел в вечернюю школу, получил сначала 9 классов, потом 11 классов, сейчас поступил в ВУЗ. Ух ты! Это началось с ваших уроков? Ну, фактически просто его держали, в Белоумуте у нас тоже точка, как бы, где мы занимаемся. А еще? Есть мальчик, который, собственно, давно мечтал пойти в семинарию, я вот не помню, у него была история перевода из детского дома в детский дом, но он так и попал на высшие курсы, и он поступил в университет, сейчас вот учится. Маша, у нас есть вопрос от Светланы. Светлана, мы вас приветствуем. Алло, здравствуйте, очень приятно, как бы, очень такая передача, душащипательная. Я просто хотела задать вопрос Марии Фадеевой. Фадеевой. Да, да, да. Маша, давай отвечать. пожалуйста, вот, может быть, нужны волонтеры, вот я, например, готова поучаствовать, только где бы я могла бы пригодиться, и как связаться, на каком сайте найти, вот, допустим, вот эту фирму Рост, организацию, и вот чем бы я могла пригодиться. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Значит, ситуация такая, у нас, если вы хотите заниматься с детьми, то нам вообще нужны учителя, если вы готовы преподавать. Также у нас есть отдельная программа по сопровождению, то есть это, ну, как поддерживать и дружить с детьми, и уже с теми, кто выпускается. То есть, если вы готовы переписываться с ребенком, если вы готовы ездить к нему в гости, если вы готовы как-то помогать с теми вопросами, которые у него возникают, часто просто жизненными, то, в общем, тоже добро пожаловать, мы очень рады. Плюс ко всему, у нас есть периодически, мы ездим просто в детские дома, то есть, есть такие выезды, и нужны просто руки, то есть, вы можете с нами ездить, можете общаться, периодически возим там и канцелярские товары всякого рода, все, что нужно. Значит, почитать про нас, у нас есть страничка в Фейсбуке, если вы введете там проект Рост, то у вас появится страничка, либо там через слэш нужно Рост.IQ набрать. Сайт у нас тоже есть, он, собственно, Рост.IQ.ру, но в данный момент мы делаем просто новую версию сайта, поэтому сейчас она на обновлении, буквально, я думаю, что через неделю мы уже загрузим новую версию, тогда можно будет просто искать и в сети тоже, то есть, тогда можно на сайте смотреть. Ну, Фейсбук, я думаю, очень удобный для сайта. Да, там просто в Фейсбуке сейчас самая полная и самая обновленная информация, то есть, например, там про все наши поездки ближайшие, куда мы едем, в какие детские дома, в какую область, какого рода помощь нужна, все там. Маш, вот давай вот о чем поговорим. Ребенок заканчивает школу, вырастает, ему исполняется 18 лет, он должен получить квартиру, так? Ключевое слово должен, я думаю, здесь надо выделить. должен получить квартиру и довольно внушительную сумму денег. Для ребенка, который вырос в детском доме и, в общем, никогда за себя сам не платил. Вот эта вот граница, выход в открытый мир, он, наверное, страшен. Он, наверное, кого-то манит и очень рискован, даже особенно рискован в том случае, когда человек сильно этого хочет. Наверное, он быстро растрачивает, как правило, эти деньги. Если он получает квартиру, то не всегда умеет правильно ей распорядиться. что происходит? Вот как подготовить человека к этому свиданию со взрослым, не просто взрослым, а абсолютно незнакомым миру? Ну, правильно ты говоришь, готовить. Именно, то есть, несколько лет, лучше там, со средней школы. Есть детские дома, в которых есть социальные квартиры, где дети могут попробовать... Это как? Ну, это отдельная квартира, где выпускники могут попробовать жить самостоятельно, где они учатся сами стирать, сами готовить, сами покупать еду и рассчитывать. Да, потому что и чай, наверное, это обычно уже налитая в стакан. Ну да, конечно, и причем смешанная непременно, то есть не заварка плюс кипяток, а отдельный напиток, который в чайниках таких больших, знаешь, как в столовках подается. В базеятах. Да, 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 да. Вот. Именно готовить, именно рассказывать. Если нет такой квартиры, то делать какие-то курсы отдельные, заниматься с ними, рассказывать, что и как. Это очень большая проблема, и поэтому я считаю, что совершенно отсутствующий у нас институт наставничества, так называемый, он очень необходим, потому что все замечательно, пока ребенок в детском доме, все им занимаются, как только он выходит, то, в общем-то, ну, даже при наличии постинтернетных программ, это очень большое белое пятно, и там все непонятно, что за этим. Ну да, если даже человек имеет профессию, хоть какую там, швея, например, или какую другую, то жить отдельно, это совсем не то же самое, что просто уметь работать на фабрике. Конечно. Ну, плюс, свобода штука такая опасная, от нее сносят голову, даже если ты о ней мечтаешь, как ты правильно говоришь, но ты же себе не представляешь, что это. Даже аналог, там, например, школы, институт, институт гораздо больше свободы, потому что у тебя появляется собственная ответственность, и ты понимаешь, тебя уже за ручку никто не водит, и на пару ты можешь не прийти. А вообще слово ответственность знакомы детям из интерната? Слово ответственность вообще в нашей стране мало кому знакомы, я боюсь. Детям в интернатах в том числе. Это правда, да. Ну, я как-то вот пыталась приобщать своего собственного ребенка к ответственности, например, заставляя ее, по-моему, с 12 лет платить за квартиру. То есть я ей давала деньги, но она должна была помнить, что это надо сделать, и снимать там показания со всех счетчиков. Она страшно на меня ругалась, но потом привыкла. Ну, это здорово, на самом деле. Ну, потому что она знает, что себя повредит. Такая простейшая вещь, но, тем не менее, это надо делать регулярно, и никто ей не напоминает. Конечно. Потом, когда нам один раз пришло извещение о том, что завтра отключу цвет, там, или через неделю, она сказала, а, мама, я не заплатила, такой кошмар, это я виновата, я забыла. Вот это ей, наверное, было лет 14. Так вот, хорошо это по 10. Ну, это, к слову, про ответственность. Вот вообще ответственность, как ее воспитать? Даже не в детдоме. Твоей дочери повезло, ты вот видишь, воспитываешь. Я считаю, что как воспитать? Ну, как любое воспитание, Ир, собственным примером. Показывать, как это. Объяснять просто. У них нет модели вообще. Вот в принципе. У ребенка в семье есть модель семьи. Мы сейчас не обсуждаем. Хорошая, плохая, какие-то родители. Но у ребенка, в принципе, есть такая штука, он копирует поведение старших. И все, что происходит, и себя в том числе, он сверяет со старшими, которые вокруг. Насколько это правильно, неправильно. Его ругают за это, не ругают, говорят, что так и надо, учат чему-то. Но как вообще, в принципе, учатся? Ты берешь и рассказываешь. Ты даешь какие-то вводные, ты даешь понятия о том, что есть что. То есть вот дети приезжают к нам на программу, например, и мы с ними проговариваем, что вот у нас есть правило безопасности. Мы вот это, вот это, и вот это не делаем. И мы с вами об этом договариваемся. То есть, если вы эти правила нарушаете, вы уезжаете с программы. Такие случаи у нас тоже были. А это программы, это летние лагеря какие-то? Да. Ну, они не летние, они любые, и зимние, и весенние, и осенние просто. Так и тут. Больше никак, мне кажется. Ну, а как ты научишь ответственность? Я не знаю. Наверное, действительно, личным примером, тогда большой детский дом, это как раз жуткая попадалова. Потому что, если там очень много людей, то никакой конкретный пример не виден. Да, это очень сложно. Но поэтому их так мало заботит, то, что происходит в частности в душе каждого ребёнка. Им важно 36,6 по больнице. Это средний показатель. Всё те же цифры и статистика, о которых мы с тобой говорили. Это страшно. Это значит, что одному может быть очень плохо, другому просто плохо, а третьему хорошо. А если их троих сложить и поделить, будет в целом нормально. Это точно. Это точно. Скажи, пожалуйста, а какой-то зарубежный опыт вы изучали? Потому что наверняка вот эти социальные квартиры или что-то подобное есть где-то в мире. Да, конечно. Но там с этим немного проще всё. Потому что, как правило, такие квартиры есть при каждой школе-интернате. Начнём с того, что у них, в принципе, детских домов и школ-интернатов чуть поменьше, чем у нас осталось. Да, мы смотрели. Да, я была в нескольких квартирах. Более того, год назад я была в Штатах, и мы были в школе, которую создал как эндаумент, это аналог целевых капиталов, который создал там шоколадный магнат Хёрш 600 лет назад. У него умерла жена очень рано, у них не было собственных детей, и он, собственно, основал школу. Сначала это была школа для мальчиков, ну, детский дом такой, то есть он забирал туда детей-сирот. Теперь это уже и для мальчиков, и для девочек. И вот, собственно, за 103 года существования из 60 миллионов это превратилось в 2 миллиарда. То есть так хорошо работал целевой капитал. Да, да. И сейчас это просто отдельный город. Дети как раз-таки живут в таких коттеджах, то есть у них семья. Там есть, ну, как правило, это пара семейная, которая за ними присматривает. И вот они там живут. 6-8 человек в коттедже. То есть это семья? Это семья. И они разновозрастные? Разновозрастные дети, которые живут вот с наставниками, со своими там. Соответственно, ходят учиться в школу. В школу это отдельное здание. Как раз мы говорили о том, что в свое время вот у Ольги Юрьевны Голодец на совете, таком попечительском, о том, что в детских домах не должно быть закрытой территории. Там должны быть школы, куда дети ходят. Из детского дома выходят, идут в школу. Из детского дома выходят, идут в поликлинику. То есть их постоянно, у них постоянно есть контакт с внешним миром, и кто-то контролирует, как они, ну, просто внешний взгляд, не специально, как он выглядит, что с ним происходит. Потому что, когда это все за одними и теми же закрытыми дверями, там и происходит то, что происходит. Я абсолютно согласна с этим подходом. Я тоже считаю, что они должны жить в таком же квартире, в доме, где еще куча квартир, где живут несироты, или в доме, где вокруг куча домов, где живут совершенно обычные семьи. И что мои дети должны ходить в школу с детдомовскими детьми, тогда мы говорим про социализацию. В противном случае мы просто произносим это слово, не подразумевая под ним ничего. Я считаю, что они также могут ходить и в магазины, и в аптеки, ходить в обычную поликлинику. Ну, на самом деле, да. А так получается, что у них все, вот есть детский дом, туда приехал врач, хорошо, если приехал, и всех осмотрел. Это называется диспансеризация. А не то, что детей вывезли в обычную поликлинику, как это просто с детьми бывает, и они всех врачей прошли. И так далее. Это получается гетто. Ну, такое вот. Это страшное слово. Да. И потом, наверное, человечек чувствует себя детдомовцем всю жизнь. Ну, в целом, да. Это скорее такое душевное понятие, даже больше, чем такое вот внешнее. Скажи, а как тебе удается, если удается, стать другом? Я ведь, я помню старую твою историю про мальчика Лёшу. Ну, Ир, как нам удается стать друзьями? Ну, я присоединяюсь к ним. Я слушаю их. Я стараюсь какую-то общность нащупать и просто говорить с ними абсолютно на равных. Я терпеть не могу, когда взрослые общаются с детьми снисходительно, вот с позиции своего. То есть для меня ребёнок — это такой же взрослый человек, просто у него опыта ещё меньше. Но он абсолютно такой, вот мы с ним наравне. Это очень здорово. Не со всеми получается. Ну, как бы не со всеми этот контакт. Есть экстраверты, есть интроверты. Это в любой ситуации. Разумеется. Ну, и плюс, конечно, мы все люди, и кто-то просто нравится больше, и с кем-то есть этот контакт изначально, да? Кто-то нравится меньше, и с кем-то его нет. Ну, нет задачи дружить со всеми. Я считаю, что дружить со всеми — это значит равно не дружить ни с кем. То есть я пытаюсь как-то с теми, с кем это искренне, и вот этот контакт случается, просто поддерживать отношения. Про Лёшу расскажи, что с ним осталось? С Лёшей история довольно грустная, потому что впав в подростковый возраст и не решив этот конфликт, я напомню, что он просто тоже из коррекционного интерната, и в силу конфликтов с директором из-за трудного поведения он периодически попадал в психиатрическую больницу. Там ему кололи, поди аминазию. Поди кололи. Вот. Хорошо. И, собственно, случался довольно большой регресс каждый раз, когда это происходило, причем он мог находиться и по полгода, собственно, в этой больнице, после чего возвращался, и все начиналось заново. Несколько раз он оставался на второй год в силу того, что в больнице школы не было, поэтому, соответственно, он пропускал. А потом начался чудесный пубертатный период со всеми вытекающими. Начались там и дурные привычки все. Вот. И он просто пошел в отказ. То есть у меня есть ощущение, что, знаешь, есть такие саморазрушающиеся системы, как будто какой-то детонатор, я не знаю, механизм внутри заложен, что тебе нужно разрушиться, разрушить вот эту внешнюю оболочку. И иногда ты вроде бы контактируешь, иногда ты говоришь, иногда понимаешь. Ну, собственно, пытаться вытягивать из этого я лично могу, опять же, только попыткой привлечь к чему-то интересному, опять же, к образованию, к общению. Но все время, когда человек с этого скатывается, 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 ну, так, грустно. Не получилось? Ты знаешь, наверное, не получилось, но я благодаря этой... Не получилось конкретно с ним. Но это как со звездами, понимаешь? Если ты эту не докинул, то есть еще другие. И история с Лехой меня очень многому научила, меня просто внутри. И это не значит, что не стоит бороться за других. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас, вспоминая себя прежнюю, когда ты работала в банке, когда ты начала заниматься волонтерством, что руководило тобой? Что тебя привело на этот путь, что ты потом из этого самого банка убежала? Ты знаешь, что, наверное, один из самых частых вопросов, которые мне задают, и один из тех, на которые я не могу дать, наверное, не то, что четкого ответа. Я очень искала себя тогда. У меня всегда была масса увлечений. Я точно понимала, что то, чем я занимаюсь, это мне неинтересно. Это приносит доход. Там работают чудесные люди, я до сих пор с ними общаюсь. Часть из них там продолжает работать, часть не работает. Но не более того. Но я искала себя, и я точно знала, что как только я найду то, что мое, понимая, что то, где я сейчас, это не мое, то я сразу уйду. И я перебирала. То есть я закончила фотошколу, я ходила на курсы режиссеров, я много ездила, мне казалось, что вот-вот-вот, оно где-то вот должно быть. Я даже не помню, наверное, была какая-то рассылка, может быть, внутренняя, когда я решила, что да, отлично, надо съездить, посмотреть, как там. Детский дом. Кажется, да, это был детский дом. Но мы очень много ездили тогда, мы и в дома престарелых мы ездили, и в питомники для животных. Но тогда это был детский дом, причем именно коррекционный. Ну, а дальше все. Ну, то есть... Попало? Да, съездил и все. Ну, то есть его больше, 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 больше становилось, он нарастал как снежный ком, и в какой-то момент стало понятно, что это основное, а другое побочное. И все. Маш, вот хочу с тобой поговорить на такую животрепещущую тему. Как ты оцениваешь вот эти все истории с отказом американцам усыновлять наших детей, с тем, что говорит Павел Астахов о том, что мальчика убили, а потом оказывается, что никто еще самого факта убийства не подтвердил, просто ребенок, к сожалению, погиб и так далее. Вот оцени эту ситуацию, всю, которая происходит. С твоей точки зрения, человека, хорошо знающего ситуацию в детских домах и так далее. Ир, ну, тут двух мнений, мне кажется, быть не может у всех думающих людей о том, что происходит. Я просто считаю, что удивительно, как вот какие-то, может быть, в глубине своей правильной идеи, какое кривое выражение и реализацию они могут находить. Это просто удивительно. Потому что, по сути, очень много было дискуссий, обсуждений, просили все комментариев на происходящее. Но ведь, по сути, если очень глубоко копнуть, но ведь какая отличная идея, что страна внутри себя решает такую проблему, как сиротство. Вот у нас их нет, а даже если есть, мы ее решаем внутри себя. Ну, ведь здорово, ну, ведь правильно. Но ведь отлично. Любая страна, ну, вот так вот по-хорошему, мечтает о том, чтобы так и было, чтобы мы могли сказать, вы знаете, у нас сирот нет, или у нас они есть, но они все наши. Но, делая такое заявление, очень хорошо бы было, чтобы была подготовлена некая база, чтобы была создана некая система, чтобы это умочь решать. В противном случае, это просто заявление. И мы опять, как с той статистикой, из правого кармана перекладываем в левый. Вот у нас там не 100 детских домов, а 98, а вот уже и 96. А когда будет 50, мы скажем, что у нас вдвое уменьшилось. А проблем-то мы не решаем. Ну, а что касается конкретных детишек, которые сейчас уже виделись со своими будущими, как бы, американскими, в данном случае, родителями, но которые теперь в результате принятия этого закона не уедут. Что станет с ними? Они так останутся в детских домах, и, как я понимаю, среди них больше детей инвалидов, чем здоровых детей, почему намного. И поэтому они будут в всех самых коррекционных детских домах. Как это называется? Я думаю, что возможно, конкретно с этими детьми, поскольку к ним привлечено максимальное внимание, ситуация с восстановлением будет каким-то образом решена, я имею в виду внутри страны. Просто для того, что необходимо показать, что мы сказали, ну вот мы сделали. Что касается всех остальных детей с тяжелыми и множественными нарушениями, которые таким образом лишаются шанса на какую-то достойную жизнь, это грустно. Маша, а как бы ты нарисовала идеальную картину того, ну представь себе, вот все хорошо, вот все средства выделены, при том, что даже любовь за деньги все равно не купишь, и здравоохранение такое, какое дадут этим детям в той же Америке, мы сейчас не создадим, вот какова была бы идеальная ситуация выхода из той, ну очень плохой, я не хочу говорить грубых слов, тупика, который, по сути, суток. мы с коллегами довольно часто массируем эту тему и каждый раз рисуем вот эти картинки идеального, вот нарисуй меня, пожалуйста, поскольку я в ваших разговорах не понимала участия, я хочу узнать, к чему вы пришли. Знаешь, оно на самом деле многостороннее, то есть выход из тупика, он такой, как солнышко, то есть вот в куче направлений ведется. Но сейчас мы мечтаем, что на все есть деньги и все делается так, как надо, тогда, конечно, несомненно, это работа скромной семьей по профилактике сиротства, то есть просто, чтобы это количество не увеличивалось, а уменьшалось в идеале, год от года. Это расформирование учреждений, что есть постепенное устройство детей в семье и не вот такое огульное, когда все берут под козырек и пошли. Это не стимулирование деньгами, когда все будут покупаться за деньги, я имею в виду потенциальные родители. Это не снижение барьеров ни в коем случае на то, чтобы стать усыновителем. То есть все законы о том, чтобы те, кто имеют судимость, например, могли брать детей, я считаю, что это не выход. И, ну, то есть можно тогда сказать, чтобы брали все вообще. Нет, подожди, ну, человек же может сказать по глупости в юности что-то совершить, а потом исправиться. Ну, я согласна, просто если мы ставим какие-то барьеры, то мы их ставим. Если мы их снижаем, ожидая, что тогда будет больше потенциальных людей для того, чтобы взять детей, я считаю, что это не метод решения. О том, что там у кого в юности по глупости происходит. Так вот, значит, это работа с кровной семьей, это расформирование постепенных учреждений, и это грамотная работа не только по подготовке потенциальных родителей, но и грамотная работа по сопровождению семей, которые этих детей взяли. В особенности семей. Подожди, а кто сопровождать должен? Сопровождать психологи. Психологи, А у нас есть их достаточное количество? Боюсь, что нет, особенно грамотных. Ну, вот в том-то и дело. Но мы же с тобой говорим сейчас про идеальную ситуацию. Когда, например, они есть, они воспитаны, они тоже хорошо отучились, и есть деньги на то, чтобы они работали. В которых они учились, хорошие. И вышли они специалистами, понимающими. И деньги есть, и достойные платятся за то, чтобы они работали именно по специальности, а не уходили в коммерческую отрасль для того, чтобы зарабатывать больше. Ну, мы же сейчас утопим. Да, утопим. Утопическую, как бы, да, картина. Вот. В общем, я считаю, что должно быть по минимуму учреждений, по максимуму распределения в семьи и, соответственно, сопровождение этих семей. И что, конечно же, должны быть какие-нибудь центры временного пребывания, то есть ребенок не должен сразу из семьи попадать в учреждение. Нужно максимально пытаться работать в семье. Есть же сейчас приюты какие-то. Есть приюты, но кто там работает? Ты была хоть в одном? Кто не была? Я была. Это грустно. Ну, подробности, да. Подробности, что это такой перевалочный пункт. Почти всегда оттуда ребенок попадает. На моей памяти двоих только детей забрали обратно в семью. Все остальные из этого приюта попадают дальше в учреждение. Это детский дом либо школа-интернат, соответственно. А чем отличается детский дом и школа-интернат? Детский дом, это, как правило, некоррекционный, как раз, когда дети могут ходить в общую школу, неважно, сельскую или городскую, в зависимости от того, где детский дом находится. Школа-интернат, они, как правило, коррекционные и закрытого типа, то есть дети и живут, и учатся в одном вот этом помещении. Здоровые дети. Они бывают по-разному. То есть, ну, есть восьмой, например, тип, который на умственной остался, но это такая пограничная коррекция, когда на самом деле там много просто запущенных детей, которые попадают в эти коррекционные детские дома. Такое тоже есть. А приюты, это такой перевалочный пункт, когда там очень тревожно. Ну, знаешь, если бы ты попросила описать, то главное чувство там это тревожность. Потому что дети понимают уже, что плохо, потому что не семья. Но еще надеются. Они еще надеются, предчувствуют, что будет еще хуже и не знают, что есть вот этот детский, что это вообще. Но вот это предчувствие, оно там в воздухе. И от этого тревожность. И там тоже разновозрастные детишки. Конечно. Да. А кто воспитатель или в приютах? Ну, воспитатель у нас это кто? Человек с педагогическим образованием. А там уже конкретно ты иди по областям, досмотри, кто согласился на 3,600 пойти на зарплату, тот и воспитатель. Совсем грустно, Маша. Ну, давай какой-нибудь луч света пусти в темное царство. Луч света... Мы же рисуем идеальную картину в конце концов. Луч света это сами дети на самом деле. Я считаю, что в них будущее, я в них очень верю. Я считаю, что среди них очень много открытых, способных, среди них много добрых, много умных. Они в силу своей вот этой деформации, которая у них произошла в семье, они часто очень глубоко и очень тонко чувствуют. От этого невероятно щемят. Они ранимые. Они ранимые. И они в чем-то младше своего возраста, а в чем-то намного старше, потому что они могут рассказать любому из нас столько, сколько, не дай бог, пережить. Я очень верю в то, что такая вот личная, персональная работа с ними способна изменить их, дать им немножко вытянуться, перерасти ту среду, в которой они есть. Я считаю, что если показать им мир и что есть что-то другое, это даст им какой-то шанс, какой-то задел, как-то расширит их внутренние границы и покажет, что может быть так. Маша, а много народу работает у тебя в организации? нас трое учредителей, но у нас довольно много учителей, то есть у нас уже сейчас больше 20 учителей. А ты заинтересована в росте, в данном случае собственно, в масштабах? Да, конечно. Я считаю, что рост это абсолютно тиражируемый проект и, ну, в идеале, конечно, мы покроем свою страну. Я искренне тебе желала бы этого и себе и нам всем, потому что звучит то, что ты делаешь очень оптимистично. Два слова о лагерях, которые вы проводите. На какой базе, где вы работаете, в каких областях? Области разные. Собственно, куда вывозить детей, это не так важно. Как правило, мы ищем дом или какое-то отдельное взятое строение, где мы бы могли с ними заниматься, где мы бы жили. Последний раз мы делали лагерь в самом детском доме, вывозя туда и домашних детей, и, собственно, детей из других. То есть вы их смешиваете? Конечно. У нас вся программа там участвует. Я считаю, что это очень важная составляющая. Это важно и для нас, и для домашних детей, и для детдома. Скажи, а детей из детдома вам отдают под какие-то документы, я не знаю, как это оформляется. Да. Каждый раз под документы. Ну, то есть это путевки, это приказы о том, что они отправляются с нами в лагерь. У вас какие-то лицензии для этого есть? Лицензии не должны быть у нас. Ну, то есть мы организация, которая не предоставляет лицензии. Лицензия должна быть у того, кто принимал, у принимающей стороны. Ну, то есть, чтобы там была вода, еда и прочее. Ну, это как лагерь какой-то? Да, да. Пионерский, как раньше называлось. Да ради бога, что угодно. Главное, чтобы были дети и главное, чтобы были мы. То есть, и всего три человека. Кто твои сотрудники? Ну, у нас есть, собственно, директор и мой партнер, с которым мы создавали, это Алексей Сергеевич Свахин. Сейчас мы взяли администратора, у нас чудесная девушка Вика работает, очень нам помогает. А твой Алексей Сергеевич, он кто? По профессии? Он педагог? Ну, нет, вообще он закончил физтех, вот, поэтому он просто, мне кажется, там ума палата, как и у всех людей, которые данное заведение закончили. Вот, вообще он довольно давно работает с детскими проектами, он занимался проектом РУФ, американским, который у нас появился по образовательному в России, один из первых. И он сотрудничал, собственно, с большой переменой. Ну, то есть, у него достаточно большой опыт, он с фондом Сороса работал, то есть, все, что касается детских проектов. что ты говоришь, Америка, фонда Сороса, это все так не модно. Прости, дорогая, так ужасно. Впрочем, твой Ситибанк, это тоже какой-то американский агент. Кошмарное просто влияние. Ты сейчас, я сейчас выйду, меня должны закидать помидорами. тебя должны просто там уже ОМОН ждать на выходе. ОМОН, забрать тебя в СИЗО. Великолепная перспектива. Вот, ходи на программу, друзья. Не говори. Вот, Маш, ну, я пытаюсь шутить, хотя, конечно, меня пугает то, что мы отрицаем сейчас как страна любое влияние, которое скорее позитивное, конечно, чем негативное. И даже те проекты, о которых ты говоришь, они просто давали бы надежду тем детям, которые живут в детских домах. Даже если мы не в состоянии обеспечить им семью, мы можем дать им будущее. И мы должны к этому стремиться просто всей стороной. А как бы научить нашу власть слушать таких, как ты, маленьких девочек в большом моменте. Субтитры создавал DimaTorzok